всем доброе утро всем привет привет мы едем на скрининг на первый такое событие прям интересно я всегда стриме там прям что узи а скрининг это вообще первый хип моей жизни когда я была последний раз это было 12 лет назад беременна украшка а скрининг скрининг не делали делали просто узи что такое скрининг я понимаю что там добавили добавили анализ крови какой-то не знаю что там будет но в принципе то же самое узи только да наверное добавили анализ крови называется теперь скрининг а делают его у нас бесплатно в городе краснодаре сейчас поедем посмотрим ничего хорошего не жду конечно потому что это бесплатно это в платном тебе показывают картинку прям фильм такой специальный экранчик и ты можешь посмотреть на ребеночка как он двигается какой-то может пальчик сосать или еще что-то в бесплатном я думаю такого не будет по-быстренькому отстреляют расскажут все нормально или ненормально и все но все равно что очень сильно посмотрим как там будет все мы приехали тут парк потом зайдем в него а тут недалеко в общем припарковались поближе бой в общем чтобы наверняка припарковаться сейчас пешочком идем до перинатального центра сегодня так тепло хорошо сегодня 14 градусов и там у нас будет еще и теплее теплее здесь перейдем или дальше и там будет теплее теплее прям хорошо до 19 градусов будем надеяться что весна уже пришла платить нужно парковку вышла и забыла все пеленка салфетки в общем все что сказали все забыла машине возвращались вот он огромный перинатальный центр краевой в общем сюда мы сейчас идем у нас времени еще вагон и маленькая тележка где-то 30 минут дальше такая новенькая подничку чистенько ремонтик такой свежий передо мной вот один человек максима не пустили это делать но со мной вместе идти на скрининг вот смотрю мужчины идут я вам сняла там мужчина с женщиной сидел нормально пустили в общем вышла я уже за скрининга домой приеду расскажу пол хара пол я не знаю я сразу сказала врачу я не хочу знать пока что пол потому что он еще не 1 нам сюда максим нам неоднозначно маленький срок неоднозначно но пацанов нам двоих наших сказали всех на первом скрининге пол вот и я короче поэтому знаю что на этом строке могут рассказать пол сказала сказала врачу говорю я не хочу стать пол мы попозже с максимом через пару недель пойдем сходим сделаем потом сделать вечеринку полов что было интересней все сейчас едем мне очень нужно покушать такая голодная ветер не знаю слышно что сейчас пойдем в общем съездим покушали в леруа максим там по своим делам а я хожу здесь глазею вот это кухня нравится эта кухня моей мечты этих ящиков верхних нет смотрите пустая стена отдельно остров удобный блин такой просто мыть посуду шкаф вот этот полностью и тут внизу еще куча ящиков из посудомойка там стиралка помещается истина вообще свободная вытяжка так очень красиво стоит конечно не дешево такой ценник без всей фурнитуры без всякой техники 200000 с техникой со всей вот все ручки с в че столешниц а это и столешницы еще нет здесь дополнительно короче до дорогущая губа не дура знаете ли мне ничего дешевое не нравится пока я ждут максима я вам тут расскажу что было на скрининге я сразу начнем с того что я зашла и сказала что я не хочу узнать под ребенка потому что строк маленький она в таком маленьком сроке мне уже говорили пол моих пацанов уже мне сказали я уже знала его вот но я знаю что если девочка то неизвестно будет вы на этом сроке в редких случаях девочка видно поэтому я четко сказала что я не хочу узнать пол даже если будет виден хотя нами сказала да ну таком реальном сроке нет ничего не видно но я-то знаю что у меня дважды видно было вот поэтому пол не естественно не сказали зато сказали что все с ребеночком хорошо здоровенький развивается как положено что срок у меня больше не знаю каким это чудом но он отличается от акушерского почти на две недели в общем у меня 14 недель почти там 13 и 5 дней вот так вот по программке и по акушерскому короче у меня выходит что 12 недели два дня вот короче говоря но это уже не при раз мне говорили это не и в этот раз мне говорили и прошлый раз я узи просто у нас делала точно также сказали все в общем все хорошо все нормально потом где-то недельки через три пойду еще сделаю 1 1 узи специально для выяснения пола будет очень интересно так все иду за максимом тоже устала ждать за пошли я есть хочу я сейчас умру аккумулятор такую штуку хочешь не вторую болгарку надо еще лучше 3 было сказать что мы в леруа быстро не бываем максиму надо все вспомнить это вспомнить все супер мне нормально нужно такой уголок максиму такой нужен для полочки уголочек не нужен не такая фигня это фигня блин реально и будет падать так же как прошлое ну спасибо чеки в общем я уже умираю у меня дитё уже в животе голодает сейчас за их покормлю а папа наш вон такую всякую фигню покупает все 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 дело дело приехали в ашан кушать астфуд жрать подожди там мне все равно что жрать так есть хочется сил моих нет мы с максимом скупились максим как всегда любимый киевси тире ростик сейчас он уже у меня кстати взяли в этом как он называет сорга бургер кинге в маке че как он сейчас вкусная . нет салатов у них есть это с креветкой сезарь с креветкой креветка в панировке божечки вообще я первый раз такой буду есть с креветкой обычно я стандартные классические беру с курицей да и все и еще максим мне взял вот такой бургер вот как у него а это себе он берет я такой не ем и кола да все самое вредное когда беременеешь думаешь будешь есть самое полезное а на самом деле дошираки все я наелась прямо максиму это ничего не съела уже наелась нет я прям очень объелась кстати вот это кола вот это вот прям кола-кола zero мы всегда смог все без сахара пьем прям клевая максим сначала не наелся потом моё доедал то что я не доела а я чего пол бургера дни съела креветки в цезарь ими не понравились он съел ногой труде наелся наелся точно все пошли мы дальше по магазинчиком пройдемся у нас уже темно в общем интернет вообще такой хороший блин в кавычках даже телевизор через раз грузит ветра большие сильно у нас ветра и видимо там что-то рвет обрывает знаю но общем интернет вообще нет вот поэтому прямой эфир нас откладывается до тех времен пока у нас интернет не наладится мы съездили в магазин с максимом еще а искали магазин для беременных не нашли в общем там магазина нет именно в меге вот мы ничего не купили естественно не нашли вот купили там кое-каких продуктов максим проводок от зарядки там поломался он купил проводок себе от зарядки и вот и все и приехали домой но отдохнули пока перекусили отдохнули это самое сейчас еще по делам съездили вернулись домой только что вот уже уже все уже темно так ну и хотел рассказать у нас получается уже вторые сутки пошли у нас пропал зефир зефира нет мы уже понимаем что скорее всего он не вернется как получилось я живу выгуливала ну как бы приучала как во всех домах то вот где мы переезжали я его приучала он сначала мне в доме он знает дело ток он никогда не ходе попала он ну как бы живет как домашний кот а потом со временем сам живется на улицу я его уже отпускаю но до этого я его время от времени сама выводила на улицу под присмотром как бы чтобы он не боялся не потерялся не убежал и здесь точно так же мы ходили несколько раз на улицу ну максим посчитал что он уже как бы привык он там на улице занимался ремонтом машины и с собой взял кота вот кот вышел вместе с ним ну максим потом со временем зашел как бы зефира нет ну значит осмелился все хорошо гулять и потом ночь прошла зефира нет 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 мы начали ходить искать на следующее же утро пошли и начали искать на прежний адрес сходили позвали его там нет вокруг все обошли я выложила объявления местные паблики нигде нет никто не знает что с ним как он вообще никто его не видел как вот просто след просто у вас у соседей поспрашивали нет просто нет нашего кота знаете он уже как член семьи просто он я так переживаю сейчас уже подостыли чувства конечно по первой прям он семь лет с нами 7 лет он с нами переезжал из гукова сюда вы должны понимать что это такое для нас очень много значит он уже как член семьи просто член семьи и так произошло ну я еще надеюсь что может быть он еще вернется что не знаю может реально где-то плутает вот и он еще вернется хожу каждый день еще с выглядывая смотрю кое-где там позову его может и придет миску вон не убираем лоток стоит я в общем еще надеюсь что он вернется он не может там за голову те как некоторые коты уходят потому что он у нас кастрированный вот посмотрим я надеюсь что все будет хорошо максим сейчас доделал доделки всякие тут у нас я пакет не трогала не знаю фишки нет я этого не брала я не знаю а вот здесь полочку мне прикрепил к зеркалу давно нужно было дальше здесь вот розетка была выдернута сделал ее вот здесь одной лампочки не было вернее она была рабочая но она там отходили провода максим починил в общем такие мелкие доделки потом вот здесь у нас тоже такая же проблема была с розеткой максим ее починил на выдернуто было и теперь вообще на навсегда и теперь привет кирилл и теперь вот этот шкафчик нужно починить вот здесь поломался вот это вот вот эта штука короче говоря поломалась максим купил новую и сейчас вот туда вот ящики туда в кровать и сейчас он ее починить тоже а интернет проведешь проводок до компьютера проведем запасом интернет вообще плохой ну хотя бы через провод у кирилла будет нормально да он так скачет это просто ужас здесь еще и скорость и что случается дальше ну а если без прогноза то там он что-то 25 и он скачет между прочим то есть он нестабильный но куда теряется скорость если она приходит нормально у нас где-то на теряет старый у нас джипон приставка вот такая типа это столетняя приставка вообще три года да я ему так же и сказала он говорит не знаю это приставка столетние это их приставка пусть меня надо заявление написать чтобы они поменяют пусть они забирают свою эту приставку наставить нормально не устраивает это нормально нормальный интернет этот раз как переехали между прочим я думаю что здесь он да кстати ну в общем с интернетом прям беда как надо звонить и разбираться да я прям страдаю я прям не могу и даже не увидела по-человечески нормально выложить не могу вот планировала стрим не могу я сделать стрим прямой эфир провести потому что тоже интернет плохой а чё ты еще уроки не делаешь садись делал уроки садись делал вот они два уроки вот так определить цвет бело-оранжевый бело-оранжевый не понял так они желательно друг с другом нет нет сына не все по-разному каждый под свою фишку и как их должен отличить здесь нету такого видишь какого вот они два вот раз и два чисто белый а здесь и такая вот фигня это чисто он испачканный что ли нет но тут видишь то же самое тут такая полоска синяя только там у нас на этом нету чисто белого они должны быть темно-коричневый и светло-оранжевый вот видишь вот они а на этом почему-то они сравнялись это ребята смотрите кто вернулся к нам домой максим приходит гайта у нас гости обалдела прилетаю этот зефир 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 голодный за двое суток до голодный котик а максим горит на второй этаж ходил там нужно было вещи кое-какие перетаскать скотина такая все нервы вытрепало блин я как давай его обнимать он грязный весь сейчас помыла я лапы фу как ты меня напугал я прям все уже но я миски не убирала я была уверена что ты вернешься ой замечательно сейчас буду всем говорить что вернулся наш кот все уже переживают за тебя блин вся округа слава богу а он сидел там внизу под лестницей максим говорит ну вернулся видимо нагулялся да может быть искал дом в итоге нашелся умный кот умный блин он не может потеряться он не умный он тупой уходит напугал всех да да точно что максим крепление вот эти вот новые которые купил сейчас цепляет вот эти вот один ящик стоит нормально а второй вот поломалось крепление сейчас максим будет делать такие же максим или отличаются ручь короче ну выезжать будем чуть чуть меньше выезжать будет правильно там пакет есть мусорку вот он пакет ты прошел мимо вот белый пакет да поменять надо значит заряжать нужно пищу ну как почему нет типа батарейки поменять надо мне кажется он сам испугался что так заблудился даже домой сладкий да зефир мой котик да зефир 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 думаю ты хороший вот и сладкий теперь хочу закончить видео словами хорошо когда все дома теперь можно спокойно спать всем говори всем всем пока пока все у нас хорошо и у вас пусть будет все хорошо спасибо м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok